ВОЗ рекомендует пожилым людям уделять аэробным тренировкам 150-300 минут в неделю и силовым нагрузкам минимум 75 минут в неделю. Как добрать нужную физическую активность? Правильно, с помощью тренажеров. Всем привет! Меня зовут Николай, и в этом видео мы собрали топ-7 тренажеров для пожилых людей. Важно! Перед началом тренировки мы рекомендуем проконсультироваться с врачом, чтобы вы могли подобрать тренажер с учетом всех противопоказаний, если они есть. Начнем с простого. Велотренажер – это компактный и почти бесшумный тренажер для домашних тренировок. Тренировки на нем позволяют улучшить работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повысить выносливость и справиться с гиподинамией. Они компактные и относительно недорогие. Если есть проблемы со спиной, суставами, то рассмотрите вариант горизонтального велотренажера. Это отличный вариант безопасных тренировок для пожилых людей. Да, стоят они дороже и занимают больше места, но бонусом вы получаете удобную посадку и сниженную нагрузку на поясницу и коленные суставы. Горизонтальный велотренажер также подойдет для реабилитации и разработки суставов. Беговая дорожка – еще один популярный домашний кардиотренажер, который подойдет пожилым людям. Конечно, разгоняться на нем не стоит, так как бег оказывает ударную нагрузку на суставы и спину. Самый оптимальный вариант тренировки – это ходьба. Можно возразить, почти во всех беговых дорожках есть амортизирующая система. Но если на момент тренировки уже есть проблемы с суставами, то бег в таком случае противопоказан. Чтобы разбавить монотонную ходьбу на беговой дорожке, можно повысить интенсивность тренировки, увеличить угол наклона, если он есть, либо выбрать одну из установленных программ. Но обязательно с учетом уровня физической подготовки. Мы также рекомендуем пользоваться ключом безопасности. При случайном падении или если вы просто начнете смещаться в край дорожки, тренажер сразу остановится. Как им пользоваться? Просто прикрепите красную прищепку к одежде перед стартом тренировки. Эллиптический тренажер улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, прорабатывает мышцы верхнего пояса и нижней части тела. Главное преимущество эллиптического тренажера – безопасность для суставов актуальна в пожилом возрасте. В пожилом возрасте, кроме регулярных кардионагрузок, важны силовые упражнения. С возрастом снижается мышечная масса, мышцы ослабевают, меняется баланс, походка, повышается риск падений. Снизить риск развития подобных явлений могут силовые тренировки. Мультистанция занимает немного места, но тренировки на ней прорабатывают максимум мышц. Это и мышцы спины, бицепс, трицепс, пресс, грудные мышцы. Некоторые мультистанции позволяют прорабатывать мышцы ног. Несмотря на внушительное количество опций, она подойдет пользователям любого возраста и уровня физической подготовки. А главное, мультистанция проста в управлении. Да, как тренироваться на ней разберется даже ваша бабушка. Эспандер – компактная и недорогая альтернатива мультистанции. Их главный плюс – тренировка всех мышц верхней и нижней части тела. С помощью эспандеров можно проработать мышцы ног, ягодичные мышцы, спину, руки и грудь. И даже делать отжимания. Тренировки с гантелями или бодибаром позволяют поддерживать и улучшать физическую форму, силу, гибкость суставов и равновесие. Еще из плюсов – доступная цена, компактность и простота в использовании. Ставьте лайки к этому видео и приходите в наши магазины спортивных тренажеров вне зависимости от вашего возраста. Ждем всех! Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok